Ребят, всем большой привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Сегодня мы продолжаем рубрику Хорошие наушники за недорого. Я вам рассказываю про Realme Buds Air Neo. Свежие наушники 2020 года, летом вышла эта моделька. По форм-фактору это вкладыши, очень похожи на AirPods. Достаточно неплохо звучат, есть свое приложение. Давайте обо всем расскажу. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Самое главное у этих наушников это цена, потому что прямо сейчас их можно найти где-то в районе от 3000 до 4000, в зависимости от того, где будете приобретать. Кстати, эта моделька называется Neo, потому что это версия 2020 года, а обычная Realme Buds Air это версия прошлого, 2019 года. Но если вы захотите приобрести эти наушники по хорошей цене, я вас отправляю в магазин цифру, потому что именно у этих ребят есть хорошая цена, есть доставка по России и внизу специальная ссылка для вас. Воспользуйтесь, есть, потому что если переходите именно по ней, то получаете подарок от цифру. Кстати, у них в продаже периодически пропадают эти наушники, потому что их реально много покупают. Так что если вы перейдете туда, там будет пусто, оставляйте свой заказ. Итак, Realme Buds Air Neo издалека совершенно не отличишь это AirPods или не AirPods. Я, знаете, для себя вот не очень понимаю. Неужели все должны копировать AirPods? Ну, то есть для меня AirPods никогда не были никаким вожделенным продуктом, поэтому я никогда к нему не стремился. И мне в целом без разницы, похожи наушники на AirPods или не похожи. С точки зрения маркетинга, с точки зрения продаж, понятное дело, что все, что похоже на Apple, оно продается лучше. Плюс, когда это стоит там 3000 рублей, а не 11-12, как у Apple, соответственно, есть о чем поговорить. Но в целом, вот вам как кажется, успешные наушники это те, которые похожи на AirPods, или можно все-таки придумать какие-то другие? Так как это недорогие наушники, поэтому здесь есть энное количество моментов, которые выдает их дешевизну. Ну, первое, например, корпус. В целом, корпус неплохой. Единственное, что он глянцевый, поэтому достаточно быстро он весь зацарапается. Я не могу сказать, что у него есть какие-то люфты. Он достаточно хорошо открывается и закрывается на магнитиках. Наушники здесь тоже достаточно уверенно держатся. У нас есть светодиод сверху, который говорит о том, что у нас заряжены наушники или не заряжены. В самом кейсе у нас аккумулятор на 400 мАч заряжается он порядка полутора часов, а наушники заряжаются порядка 40 минут. Ну и сами наушники достаточно непродолжительно работают. Это порядка трех часов. И в целом кейс их зарядит еще раза 3 или 4, поэтому в целом у нас будет часов 15 работать. Ну и сам кейс их может зарядить еще раза 4. Что в кейсе расстраивает, это то, что здесь microUSB. Точнее для кого-то, у кого дома много кабелей microUSB, это хорошо. Я, честно говоря, от них уже немножечко избавляюсь, поэтому мне бы USB Type-C хотелось бы. Естественно, ни о какой беспроводной зарядке здесь не идет речи. Что мне нравится? Здесь есть система быстрого подключения. То есть, когда у вас есть Android-смартфон, в котором стоит 10-й Android, и работает система быстрого подключения, вы открываете кейс, и через какое-то время прямо автоматически появляется информационное окошко, типа не хотите ли вы подключить Realme Buds Air Neo. Это прикольно. Это реально подкупает. Это прямо, знаете, как у Apple. Airpods'ы. Открываешь, красивая анимация. Единственное, что это работает только с айфонами, а тут это работает со всеми устройствами. И еще, когда ты подсоединяешь эти наушники, они предлагают скачать приложение. Сами предлагают скачать приложение. Это тоже удобно. Каждый наушник весит по 4,1 грамма. Стандартный форм-фактор, который ложится в уши, и будет он у вас держаться хорошо в ушах или нет, это зависит только от ваших ушей. В целом большинству людей подходит, но не их нельзя назвать спортивными, потому что наверняка, когда вы в них будете бегать, то наверняка они так или иначе будут выпадать. И так как это все-таки вкладыши, поэтому они не максимально сильно прилегают к рушной раковине, а посему и звук у нас будет особенный. Ну, о звуке поговорим чуть попозже. Главный минус этих наушников в том, что здесь у нас нету датчика приближения, поэтому когда мы достаем эти наушники, музыка не останавливается. Сказать, что это проблема? Ну, наверное, нет, когда мы говорим про наушники за 3000 рублей, хотя это могло бы быть. Зато здесь есть жесты управления. И это еще один такой немножко слабый момент, потому что они, честно говоря, работают очень так себе. Очень часто я сталкивался с ситуацией, когда мне надо ответить на входящий звонок, и я делаю двойной этап, чтобы ответить, и ничего не происходит. А вот сейчас вот постучал, и они зазвучали. Также, когда ты пытаешься включить следующий трек, а это тройное нажатие, тоже порой наушники воспринимают только два нажатия, и у нас получается воспроизведение или пауза. Менять громкость при помощи этих наушников нельзя, но можно вызвать голосового ассистента, а это долгое нажатие. И тогда можно просто сказать, сделай потише или сделай погромче. И в целом эта схема работает. Кому-то она не нравится, но я бы считал, что это хороший вариант. И еще здесь есть такой интересный игровой режим. Если нажать на двое наушников и подержать, то включается специальный игровой режим, в котором задержка становится крайне мала. 119 миллисекунд. Это в основном хорошо для геймеров, ну и для тех, кому это в принципе важно. Я бы сказал так, в обычном режиме, когда ты смотришь ютубчик, в целом оставание ты замечаешь. Когда включаешь геймерский режим, ну все немножко убыстряется. Кстати, команды можно поменять при помощи приложения, которое мы уже установили на наш смартфон. Что же касается звучания, друзья. Здесь такая штука. Наушники достаточно громкие. Это их плюс. Наушники достаточно уверенно лупят середину и верха. Это их плюс. И наушники достаточно слабо воспроизводят низы. Это их минус. Тут можно, знаете, что сказать? Ну ведь они вкладыши, поэтому очевидно, что они не сильно привлекают к уху, и поэтому они воспроизводят низ слабо. А я бы сказал так. Возьмите и наденьте Airpods, и вы услышите реально хороший жирный низ, которого в этих наушниках нет. Airpods ровно такого же размера, но у них получается за свои 11 тысяч воспроизводить низы, а у этих за 3 тысячи рублей низы не получается. Серединка есть, вверха хорошо, то есть вы будете хорошо слышать аудиокниги, вы будете хорошо слышать собеседника, который вам звонит. Но вот если хочется послушать какую-то музыку, хорошую, танцевальную, в которой есть прокачанные низы, друзья, с этим наушником у вас это не получится. Даже если пытаться их по-всякому, по-разному поставить, все равно сорян, у меня, по крайней мере, это не получилось. Так что и звучание, я бы сказал, на четверочку. Эти наушники хорошо подходят к тому, чтобы работать как гарнитура, они работают по раздельности. Хочешь одно ухо используешь, хочешь другое. Люди, с которыми я разговаривал, слышат меня хорошо, я собеседников слышу тоже хорошо, поэтому здесь вопросов никаких нет. Класс. Кстати, если посмотреть на коробку, у нас ведь есть белые наушники, есть зеленые наушники, а есть наушники красного цвета. Также у этих наушников есть влагозащита, крайне небольшая, по-настоящему IPX4, это отбрызг, то есть под дождем, окей, купаться в душ, в них точно не надо залезать. Немного про время автономной работы, потому что, я бы сказал, три часа работы, это, честно говоря, не очень. Ну, то есть так, на занятия спортом, на пробежку и в целом на физические упражнения, это хорошо. Но так в реальности, три часа это крайне немного. Меньше у меня были только наушники от Xiaomi Air, они вообще два часа вывозили. Все остальные, все-таки обычно четыре, пять часов. Наушники от OnePlus, Realme Buds, вообще восемь и девять часов работают в режиме звучания. Вот это чума. Три часа, это мало. Вместе с кейсом, получается, в районе пятнадцати часов. Ну и давайте пару слов про то, как работает приложение. И все-таки есть возможность немножко улучшить звучание, особенно низкие частоты, потому что, когда вы установите себе приложение, которое называется Realme Inc, и когда вы обновите прошивку, у вас появится игровой режим, который можно включать отсюда, и тут появится Bass Boost+. Вот здесь рекомендую я вам его включить, чтобы низов стало побольше. Также здесь есть штука увеличения громкости, но когда вы ее включаете, то на самом деле громкость увеличивается, но она становится как будто бы запирается. Сверху срабатывает лимитер, компрессор, и в итоге звук звучит очень неровно. Поэтому я рекомендую все-таки выключить увеличение громкости и оставить Bass Boost и игровой режим, если надо. Также здесь можно поменять реакцию на прикосновения. В целом, по большому счету, само приложение из себя представляет очень небольшой функционал. Ну, грубо говоря, все, что основное, все есть. В целом, друзья, что можно сказать? Если вы хотите получить наушники за недорого, 3000 с лишним рублей, которые похожи на AirPods, ну, не знаю, вы фанаты вот AirPods, или вы, может быть, хотите кому-то их подарить, я думаю, что этот подарок будет неплохой, потому что они звучат неплохо. Да и не всем, в принципе, нужны прокачанные низы. Но вот мне, честно говоря, низов не хватило. По громкости все хорошо, автономная работа могла бы быть и побольше. То, что здесь влагозащита всего лишь от брызг, ну, в целом, тут ничего страшного нет. Bluetooth 5-й версии, есть специальный режим, чтобы уменьшить задержку. Короче, в целом, эти наушники окей. Я бы сказал так. Помните, главный их минус отсутствие низов. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Огромное спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Я стараюсь максимально честно рассказывать о тех гаджетах, которыми пользуюсь. Меня зовут Фил, это Честный Блог. Ни в коем случае не болеете. Всем вам счастливо и пока.